Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 4 мая, мы с вами встречаемся в эфире спустя несколько дней. Я готова доложить вам, как ситуация изменилась за эти дни. Последний раз 30 апреля я вам сообщала, что у нас в городе было зарегистрировано 55 больных нарастающим итогом. Сегодня 4 мая эта цифра составляет 68 больных нарастающим итогом. 68, то есть это плюс у нас получается 13 человек. Это такой среднестатистический рост заболеваемости по всем регионам. Он не скачкообразный, он не опасный в плане нагрузки на медицину, он не опасный в плане того, что мы не говорим о появлении принципиально новых очагов. Это по-прежнему все заболевшие из прежних очагов, которые у нас были. Большинство из этих 13 человек, это лица, которые у нас были в контакте, сидели на карантине, были изолированы и перешли в заболевание. Причем хочу обратить внимание, что инкубационный период может быть очень разный в зависимости от заражающей дозы, которую человек получил, в зависимости от того, насколько сильна его собственная иммунная система. И поэтому мы видим, что у кого-то заболевание начинает проявляться уже на второй, на третий день инкубационного периода, а у кого-то в самый последний, 14 день. Вот такие у нас были два случая. Поэтому я строго повторяю, что все 14 дней нужно быть на карантине. В последний день карантина нужно все равно оставаться дома, все равно ответственны и с точки зрения закона за это. И, конечно, когда появляется информация о том, что человек покинул, пусть это даже уже 14 день инкубационного периода, все равно вы не имеете права это делать, те, кто сидят на изоляции. Итак, 68 больных нарастающим итогом, но при этом у нас очень положительная динамика в выздоровлениях. У нас начинают выздоравливать лица, которые заболели в числе первых. И на сегодняшний день это уже 13 человек. 13 человек на сегодняшний день полностью выздоровели. Выписаны им, закрыт больничный лист. Мы за них очень рады. Это говорит о том, что у нас появляется как минимум кого-то тех, у которых, как я надеюсь, достаточное количество антител. У нас появляются люди, которые переболели. И, может быть, даже если потребуется, смогут стать донорами плазмы для того, чтобы лечить, если вдруг будут тяжелые. На сегодняшний день по-прежнему тяжелых нет. 68 человек минус 13 выздоровевших – это количество болеющих сейчас. Они все находятся в легкой форме или средне-тяжелой. Средне-тяжелой формы у нас 10 человек. Они все находятся в стационаре. Всего у нас госпитализировано на сегодняшний день наших саровчан 14 человек в нашей клинической больнице в инфекционном отделении. И один продолжает лечиться в Привожском окружном медицинском центре. Значит, вот на самом деле в инфекционном отделении больше людей, потому что кроме наших 14 больных, там еще находятся у нас больные из Дивеева. Мы продолжаем оказывать им помощь в плане лечения. И небольшая доля, где-то в районе около 10 человек, иногда меньше, иногда больше, находятся у нас в нашей больнице. При этом это тоже лица с легкой и средне-тяжелой формы, потому что с тяжелыми забирают на себя другие клиники. В первую очередь за нами закреплен Привожский окружной медицинский центр. Тяжелых забирает он. Плюс продолжает лечение монахинь. У нас медицинский центр расположен непосредственно в Дивеевском монастыре. И другие больницы Нижегородской области. И кроме больных, те, кто лечится на дому, и те, кто госпитализированы, у нас еще под наблюдением находится 62 человека. То есть еще 62 человека находятся на дому, не имеют права никуда выходить. Им делаются периодические осмотры и анализы. Я хочу обратить ваше внимание, что, конечно, у нас постоянно меняется список адресов лиц, которые лечатся на дому, и те, которые изолированы просто на дому, потому что они находились в близком контакте. И по поводу этих адресов очень много вопросов, очень много и опасений каких-то. И все ждут, что эти адреса будут где-то каким-то образом опубликованы. Я за этим не слежу, не знаю, публикуют их или нет, но считаю, что большой надобности в этом нет. Я могу только сказать, что как построена на сегодняшний день работа по обработке этих подъездов. Они у нас, напомню, карантинными не являются, просто это подъезды, где живут либо больные, либо контактные. Значит, там, где у нас подъезды, в которых есть квартиры, где живут и лечатся больные люди. Они у нас один раз в два дня проходят дезинфекцию силами Центра гигиены и эпидемиологии. Как только наши сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии начали обрабатывать, сразу появилось много шума, потому что стали приезжать новые лица, облаченные в новые костюмы или, как некоторые говорят, скафандры. Стало страшно-страшно. Почему вдруг к нам подъезд стали приезжать такие люди, что они там делают? Значит, работа вся построена, так как это положено по закону, через работников ваших управляющих компаний, управляющих компаний ваших домов. Они должны оповещать проживающих лиц о том, когда будет проходить дезинфекция. Я вам сразу могу сказать, она проходит у нас почетным дням. Вот сегодня она у нас проходит с вами. Значит, то время, которое выбрано для дезинфекции, управляющая компания предупреждает, что людям не нужно выходить из своих квартир на время дезинфекции и некоторое время сразу после нее для того, чтобы, во-первых, не мешать сотрудникам, во-вторых, чтобы не дышать этими парами дезинфицирующих средств, для того, чтобы дать возможность пройти экспозиции, чтобы обработка прошла нормальным образом. Соответственно, и входить снаружи в подъезд тоже нельзя. Ну, сейчас праздники, сейчас людей это волнует. Как же так? А я целый час не могу войти и выйти. Потерпите, товарищи, ничего страшного. Потом, в течение, значит, спустя буквально один час все это можно будет возобновить. На следующий день по нечетным дням у нас проходит уже просто обработка силами управляющей компании. То, что касается всех других подъездов, то есть организации, которые нанимают управляющие компании для проведения дезобработки, и есть те, которые они проводят своими силами. И то, и другое допустимо, и то, и другое сейчас фиксируется. И есть в любом случае доказательства. Это нужно и для самих проведения работы, для вашего спокойствия, что действительно в такое-то время, такое-то число эта обработка была проведена. У нас пока на сегодняшний день, вот после мы с вами хлебнули с одним подъездом в доме по Шверника, у нас сейчас больше такого нет. У нас вот из всех наших 68 больных больше нет такого, чтобы в одном и том же подъезде заражались люди. Все уже это все прекрасно поняли. И все это приняли к сведению. Как нужно правильно обрабатывать, как правильно себя вести, как, приходя с улицы, нужно себя обрабатывать и мыть руки, и своих животных, и вещи, которые мы приносим. Как часто нужно проветривать. Все молодцы, все это уже знают. У нас случаев заражения по месту жительства в подъездах нет. А вот по месту жительства в квартирах, конечно же, есть, потому что контакт при совместном проживании в одной квартире, он достаточно сильный, он близкий, и он ожидаемо, что человек один, выделяя вирусы, может заразить и всех остальных. Поэтому, наверное, правильно поступают люди, когда они пытаются отселить от себя слабых, чтобы не жить совместно с нашим старшим поколением, чтобы не жить совместно с больными, а только помогать им приносить что-то. Но если уж вы живете вместе и заболели, то на этом этапе уже нет смысла переезжать. Вот как сейчас у нас некоторые делают. У меня, допустим, говорит товарищ Иванов Иван Иванович, у меня заболевание, я уже заболел, давайте вот я теперь уеду, а всех моих остальных вы не трогайте, я их заразить не успел. Так вот, к сожалению, как правило показывает, что успел. Поэтому если жили вместе, значит все равно попадают на изоляцию, все равно попадают под наблюдение. У нас есть вопросы, которые мне очень часто задают. И это в первую очередь вопросы вот как раз по обследованиям. Сейчас я коротко по ним пройдусь. Один вот у меня даже письменный, мне записали, спрашивала Людмила Алексеевна. Очень долго, длинно тут написано. Смысл такой, что когда у знакомой женщины 72 лет, что появилось, какие симптомы, куда и как она обращалась, и как долго, мол, она выпрашивала анализы, и ей анализ долго не делали, в итоге сделали, и она оказалась положительной. Значит, вот и спрашивает женщина, прошу дать ответ. Значит, по каким показателям делают, тест, почему вот в таких-то городах его делают, в таких-то городах не делают, какие нам законы указ, какой не указ. Вот если вы хотите, уважаемая Людмила Алексеевна, подробно расписать всю эту информацию, то это, конечно, не для интервью. Для интервью я скажу общее понимание вопросов, что есть, конечно, показания, когда и кому в какие сроки делают. И, конечно, мы делаем это не по тому, как это делается в Москве, не по аналогии, как делается у ваших родственников или у знакомых в Москве, а так, как это предписано федеральными правилами и законами. Другое дело, что если так, как вы описываете, и были нарушены эти сроки, то все эти вопросы, конечно, к поликлинике, которая обслуживает эту женщину. Здесь речь шла о том, что созванивались, именно дошли до заведующей поликлиники и требовали провести анализ. И если все правильно написано, то я тоже вижу нарушения в этой части, потому что женщине 72 года, конечно, это 65+, и, конечно, с любыми признаками ОРВИ она должна была, конечно же, быть обследована сразу на ковид. Но что значит сразу? Это не значит, что вызвали скорую и скорая приехала с пробирками. Нет, конечно. Скорая приехала, зафиксировала факт заболевания, чем-то помогла, дала первые рекомендации. На следующий день вызвали специалиста. И тут уже все это должно было развернуться дальше. Конечно, там, где вы видите, что что-то не срабатывает, вы правильно совершенно делаете, что обращаетесь выше и дальше к заведующей поликлинике, к каким-то еще руководящим лицам. Безусловно, вы имеете на это полное право, и вы правильно это делаете, грамотно совершенно. Поэтому я считаю и повторяю всем, что, конечно, если вот вы видите, это же касается абсолютно любой структуры, что если вы не находите отклик, если вам не объяснили, или с вашей точки зрения сделали неправильно, значит, правильно вы говорите, что нужно обратиться к вышестоящему, нужно обратиться к руководителю, поликлинике, больнице, в зависимости от того, где вы лечитесь, где получаете помощь. Получить эти разъяснения, добиться своих прав, как пациентов, и добиться, в конце концов, лечения. В данном случае я рада, что все разрешилось, никому не пришлось вмешиваться, и я думаю, что лечение пойдет благоприятно у этой женщины. Обращаясь к всем, хочу сказать, что несмотря на то, что многие понимают, и вот как Людмила Алексеевна пишет, что нужно сразу сделать анализы, я согласна с этим, но некоторые, наоборот, прячутся от анализов, говорят, что вы приедете в своей одежде, этой защитной, и еще сможете нас каким-то образом заразить, некоторые переживают, что к ним домой зайдут, а некоторые говорят, что у нас срок уже прошел длительный. Вы помните, я часто несколько раз предлагала, и мы собрали вопросные листы всех тех лиц, кто был в Дивеево, обследовать их на коронавирус. Мы составили план, начали, напомню, что мы продолжаем работать, хоть идут праздничные дни, начали объезжать, а люди-то уже обрадовались, хорошая погода, праздники, уехали все на дачи, поэтому из всего списка, который мы составили, мы нашли только двух человек. Значит, оставшиеся, я так понимаю, либо чувствуют себя хорошо, считают, что время немного прошло, либо просто думают, что мы будем ждать, когда, наконец, они все-таки приедут на дом. Не знаю, звоните теперь сами, еще раз на нас выходите, потому что, вот, уважаемые жители, записавшиеся на тест, тестирование на наличие коронавируса, обращаюсь сейчас к вам. Мы вас, кроме двух человек, никого не нашли. Значит, будьте добры, еще раз на нас тогда выйдите. Теперь у нас второй блок вопросов. Он касается, он тоже по-разному формулируется, но смысл его понятен. Вот в данном случае у меня сформулировано так. Можно ли бегать в лесу по тропе здоровья и дальше? Живу в 500 метрах от леса? Ответьте, пожалуйста. Вопросов множество. Не обязательно это лес, не обязательно это бегать. Вопросы самые разные. И люди говорят, что сейчас есть послабление, по указу губернатора, можно уже не на 100, на 300 метров раз в день выходить и гулять. И действительно это так по закону. Но кто-то опасается, а кто-то вообще считает, что гулять гораздо лучше, чем сидеть дома. Конечно же, сама прогулка – это прекрасно. Это примерно то же самое, что мы с вами изолируемся на наших дачах. Конечно, гулять – это хорошо. Почему всегда ограждаются, в том числе и прогулки? Потому что выходят люди из одних подъездов, из одних дворов, и гуляют под ним и тем же узким тропинком. Никто же вот в лесу, по лесу-то не расходится, как грибники, да? И никто не рассредотачивается. Нет таких возможностей. Ходят за с детьми, ходят без средств индивидуальной защиты. Дети начинают между собой играть. Им вообще трудно объяснить, что такое разобщение в этом возрасте. Им это непонятно. Поэтому опасность-то не в том, что вы зайдете от своего дома дальше на энное количество метров. А проблема как раз в том, что создается скучность населения. И сейчас вот с наступлением хорошей погоды, наших праздничных дней, с тем, что люди успокоились, никто их особо не тревожит, на работу выходить большинству не надо. И я вчера, конечно, наблюдала, что вот эти прогулки, они превращаются не просто в прогулки, они превращаются как раз-таки в массовые гуляния, там, где люди собираются. Вот это плохо. А сама прогулка по тропе здоровья, ну, конечно, она хороша. Сама по себе прогулка хороша. Не забывайте, что нужно соблюдать правила, поэтому полиция и соблюдает эти правила. Она их соблюдает, не вникая в то, где вы живете и как. Она четко отсматривает соблюдение норм закона. Поэтому будьте добры их по-прежнему соблюдать. Для чего мы это все соблюдаем? Мы по-прежнему хотим, чтобы город не закрыли на карантин. Вот в эти прошедшие дни, пока мы с вами не встречались, у нас уже закрыты на карантин несколько районов, населенных пунктов Нижегородской области. Введен карантин в Иксе, Кулебаках, Павлова, Мухтолово, Починках и еще в нескольких населенных пунктах. Сейчас сходу вам не скажу. Но совершенно понятно, что как раз резкий рост заболеваемости, при том, что уже трудно становится прослеживать пути заражения и передачи, и прекратить это распространение, привели к тому, что целые населенные пункты начинают закрывать. Я считаю, что по-прежнему мы с вами должны стараться разобщаться и применять средства индивидуальной защиты исключительно для того, чтобы мы не попали на тот уровень, когда нам придется город закрыть на карантин. Я по-прежнему еще надеюсь, я вообще оптимист по натуре, я по-прежнему надеюсь, что мы с вами до карантина не дойдем. Но это будет зависеть только от нас. Если будет ситуация такая, как я вчера наблюдала, с массовыми прогулками, то до добра это, конечно, не доведет. Учитывая, что сейчас у нас, вот посмотрите, это тоже, кстати, показатель заболеваемости и распространения вируса. У нас среди заболевших еще появилось два ребенка, но на сей раз уже 8 и 14 годов рождения. Это уже не совсем малютки. Но это о чем говорит? Дети заражаются коронавирусной инфекцией в последнюю очередь. Уж если у нас дети начали заражаться, значит заболеваемость все-таки высокая. И заболеваемость у нас как раз идет из-за округи. У нас очень неблагополучные с вами окружающие нас районы. Дивеевы уже давно закрыты, вы об этом знаете. Там у нас уже и Ордатовские, и Вознесенские районы, и Мордовия уже неблагополучно. Рязанская область уже очень неохотно пропускает наших жителей на границе Нижегородской области и своей считает, что не они для нас, а мы для них опасны. Но наши Нижегородские регионы действительно перестали быть безопасными. Первомайский район, кстати, вот один из последних очагов, которые мы сейчас рассматриваем, достаточно сильно показывает большую зараженность в Берещино нашем. Поэтому, уважаемые жители Первомайского района, и те, кто имеет там дачи, тоже, пожалуйста, будьте очень внимательны. То есть для нас сейчас округа представляет гораздо большую опасность, несмотря на то, что официальных цифр заболеваемости высоких сейчас там нет. Я напоминаю, они в силу объективных причин пока не могут быть хорошо обследованы. Поэтому продолжаем с вами в том же духе, стараемся соблюдать дистанцию, стараемся одевать маски там, где это возможно, особенно когда встречаются между собой несколько семей, пусть это даже близкие родственники. Я предлагаю использовать средства индивидуальной защиты. Я считаю, что не грех и на детей одеть маски, учитывая, что они сейчас тоже в зоне риска. Сейчас у нас совершенно вопиющий случай был в последние дни, когда мы высадили на карантин несколько человек, и почему-то их молодые родственники посчитали для себя возможным на праздники отдать в эту семью, понимая, что это люди, сидящие на карантине, что они могут заболеть, отдать им туда своих детей. Пускай, мол, пока у бабушки и дедушки пересидят. Вот вы понимаете, ну, конечно, этих детей мы тоже будем обследовать, конечно, мы их тоже посадим на карантин, но тогда уже родители должны понимать, что они не будут видеться две недели или тоже сядут на карантин. Вот это вот, конечно, волообразное увеличение количества контактных лиц тоже ничему хорошему не приведет. Это не будет до бесконечности оставаться в такой, знаете, ну, ладно, раз уж вы попали в эту категорию, давайте тогда и вас возьмем на карантин. Мы ведь можем посмотреть на это по-другому. И штраф от 15 тысяч рублей на гражданина будет светить всем, и вашим бабушкам, и дедушкам, и вам, за то, что вы своих детей, несовершеннолетних, за которых вы в ответе привели в этот адрес. Я считаю, что это все достаточно серьезно. Будьте, пожалуйста, бдительны. Оставаясь на праздниках, давайте надеяться на лучшее и сохранять все меры профилактики. Всего вам доброго. До свидания.